Правда, эксперты говорят, что в российском молоке ничего от натурального молока не остается. Что продукт растительного происхождения, продукт натурального происхождения. Продукт натурального происхождения не может стоить дешево. Давление, которое сети оказывают на производителя, заставляет производителя оптимизировать затраты, минимизировать цену. И, соответственно, производитель идет на различного рода компромиссы. Благо, что сегодня в сегодняшних условиях, которые являются, скажем так, регламентными для отрасли, Есть какие-то зоны для злоупотребления, то можно делать государством. Естественно, менять стандарты, менять регламенты в этой категории, делать их жестче, вводить уголовную ответственность за фальсификацию. Тогда, собственно говоря, будет быстрее развиваться молочная отрасль. Так стоит ли ждать кризиса на молочном рынке в России и как будет развиваться сфера фудтеха в целом? Этот вопрос обсудят сегодня в проекте «Деловой день» на РБК. Смотрите на нашем канале сразу после 10 утра по московскому времени.